Позвольте представить участников нашего круглого стола, у нас будет с вами три доклада и обсуждения, мы будем рады видеть ваши вопросы и задавайте, пожалуйста. Рада вам представить моих коллег Алина Евгеньевна Хаен, медицинского психолога, заведующего отделением клинической психологии Центра имени Дмитрия Рогачева, сотрудника фонда «Подари жизнь», Александра Рафаиловича Кудревицкого, медицинского психолога, психотерапевта, нашего коллегу и основателя психологической службы ИВРДКБ и идейного лидера, когда эта служба находилась в ФНКЦ. Стартовала с основателя проекта «Психология для врачей». Ну, давайте, дорогие коллеги, начнем. Алина Евгеньевна, ваш первый доклад про наиболее острые и сложные вопросы психологической помощи и трудные аспекты ее оказания. Здравствуйте, дорогие коллеги. Благодарю за возможность участия. Ответственно открывать сегодня нашу психологическую часть. Спасибо за это доверие. Мы начнем с тех наиболее важных вопросов и задачах психологической помощи, которые есть при оказании именно палеотивной психологической помощи детям. И прежде всего хочется сказать о том, что если мы посмотрим на год изменения законодательства палеотивной помощи, это мы увидим, что, в общем, это не так много времени прошло, когда был, так скажем, статус именно этой составляющей в комплексе мероприятий психологической помощи. Именно составляющая психологической был вот таким образом юридически утвержден, подтвержден. И это всем нам дало гораздо больше возможностей для развития этого направления помощи. В том числе это поставило какие-то новые задачи. Прежде всего давайте обратим внимание, что уже в самом законе говорится о том, что палеотивная помощь может оказываться в очень разных условиях. И на дому, и в условиях дневного стационара, и непосредственно в медицинском учреждении, в стационарных условиях. А также в самом законе говорится о том, что очень важным компонентом является взаимодействие. И взаимодействие в медицинских организациях как не только с самим пациентом, но и прежде всего с родственниками, с семьей, а также с другими организациями, которые на профессиональной основе осуществляют различные виды помощи, в том числе и психологического, и волонтерскими непрофессиональными организациями. И это тоже расширяет понимание того, какие могут стоять задачи здесь перед психологом, и какие новые навыки, возможно, и необходимы этим специалистам, которые пришли оказывать психологическую помощь именно в палеотив. Итак, где, как и с кем могут работать психологи в палеотиве? И я не зря обращаю на это внимание, потому что это действительно может менять некую эту карту потребностей и карту задач, которые стоят перед специалистом, тех потребностей, которые он слышит от пациента и от его семьи. Это больницы, это хосписы, это выездные службы. Психолог может работать как с семьями, где член семьи страдает от заболевания хронического, неизлечимого, ограничивающего его жизнь, накладывающего очень серьезные особенности на то, как она протекает, так и с теми заболеваниями, которые являются жизнеугрожающими и возникли в какой-то момент этой жизни, и, к сожалению, не могли быть вылечены, когда статус палеотивный возник уже, возник не сразу, возник на каком-то этапе. И в этом смысле это может быть как достаточно краткосрочная работа, так и работа продолжительная. Она может осуществляться как с более взрослыми пациентами, членами их семей, так и с детьми, подростками, а также не будем забывать о том, какой важной является психологическая помощь в перинатальном палеотипе. Взрослая и детская палеотипная помощь, в ней есть какие-то общие компоненты, и я, пожалуй, начну с них для того, чтобы сказать о том, какую специфику потребностей, какую специфику профессиональных задач есть в детской палеотипной помощи. Но прежде всего хочется сказать, что независимо от того, это детский или это взрослый палеотип, и там, и там, безусловно, речь идет о том, что психологическая поддержка необходима всей семье. Важно обращать внимание на ресурсы и потребности не только самого пациента, но и членов его семьи, что она наиболее эффективна тогда, когда она оказывается согласована психологом в составе мультидисциплинарной команды других специалистов, тогда, когда в этой команде психолог может быть и тем специалистом, который помогает работе команды тоже, в том числе думает о помощи помогающим. Это та помощь, это тоже то, что объединяет и взрослый и детский палеотип, который может оказываться исключительно добровольно, и в этом смысле очень большой вопрос встает о таком этапе, как, собственно, построение отношений доверительных с семьей и выявление того самого запроса, который есть непосредственно у семьи, потому что это может быть только совместным некоторым путем. И давайте сейчас перейдем и обратим внимание, а в чем же специфика непосредственно оказания психологической помощи в детском палеотипе. Прежде всего, если мы говорим про врожденные заболевания, нам важно помнить, что не только само развитие ребенка с первых его дней происходит в очень особых условиях в связи с тем, какое заболевание у него выявлено, но и родительство, само ощущение себя родителями. Иногда, тогда, когда ребенок еще находится в животе у мамы, и этот диагноз ставится маме, когда она еще беременна, уже с этих минут это родительство становится особым родителем, оно протекает в других условиях, в тех условиях, в которых многие, как бы они ни были наслышаны о том, что в мире есть много разных заболеваний, но которым никто, наверное, не может быть все время готов, быть готов психологически, быть подготовлен к этому. И формирование отношений с ребенком, отношений, привязанности с самого начала протекает в этих самых очень необычных для родителей условиях. Это то, про что важно не забывать психологу, который приходит поддерживать эту семью. Если мы говорим про ситуации, где ребенок заболевает, например, онкологическим заболеванием, разными его видами, и проходит сложный, иногда достаточно длительный путь лечения, и в какой-то момент становится понятно специалистам, что вылечить болезнь полностью невозможно, и ребенок переходит на палеотивный этап лечения, то здесь действительно есть своя специфика, и здесь есть очень большое напряжение, связанное с тем, что семье важно самой принять эту ситуацию, большой путь пройти в этом смысле, которые не всегда можно планировать по времени, не всегда события нас ждут, не всегда события ждут родителей, и им важно иногда в достаточно короткий срок пройти путь и свой эмоциональный, психологический в принятии, понять, как поддерживать своего ребенка, в том числе, как ему можно говорить о ситуации, как его информировать, а также перестроить жизнь семьи вот с этого самого фокуса, как в этой картинке, когда мальчик говорит «Снупи, мы живем только однажды», Снупи отвечает «Неправильно, мы умираем только однажды, а живем мы каждый день», и это требует какой-то перестройки достаточно глобальной и временной перспективы и длительности на качество жизни, понимание, как каждый этот день может проживаться. И в эти сложные моменты, в эти кризисные моменты не только пациенту, но иногда членам его семьи не всегда с самого начала понятно, а как в решении этих задач может помочь психолог, потому что основное, с чем они сталкиваются, это с невозможностью изменить, собственно, сам факт происходящего, и нередко специалисты делятся в профессиональных группах, в том числе мы, когда проводим различные обучающие программы, мы слышим, что нередко задачи психолога, как будто бы, да, несмотря на то, что кажется, что их здесь, да, мы видим, что их здесь очень много, задачи психологической работы не идентифицируются, и приход психолога может восприниматься сопротивлением. У этого может быть много разных причин, здесь может быть много разных плюсиков в этих перечислениях, это и само психологическое состояние пациентов, родителей, но к нему всегда добавляется то, что есть какое-то непонимание, чем может помочь психолог, и поэтому мы продолжаем говорить еще в том числе, и поэтому мы продолжаем формулировать эти самые задачи, возможности, за которыми стоят возможности оказания разной психологической помощи, чтобы специалисты лучше понимали и лучше умели объяснить семье, какую именно поддержку они могут оказать в той или иной ситуации, потому что, как я уже сказала, сам статус психологического компонента, да, палеоативной помощи, ну, да, ну, это можно сказать, что это достаточно новая ситуация в нашей стране, несмотря на то, что последние десятилетия палеоативная помощь очень активно у нас развивается, но, да, если посмотреть глобально, то это еще все-таки относительно первые шаги, и вопросы, связанные с квалификацией специалистов, здесь тоже еще важно решать. Итак, какие, да, какие задачи может решать психолог, на какие потребности психологическая помощь может отвечать? Здесь прежде всего хочется еще раз сказать, какое многообразие здесь может быть возможностей, потому что задачи психологов палеоативной помощи зависят от большого числа факторов. Как я уже помянула, это врожденные, приобретенные заболевания, это очень большой спектр особенностей физического состояния, самого формата оказания, самих возможностей какого-то формата оказания этой помощи. Это очень разный возраст пациента, его индивидуальные, как когнитивные, так и эмоциональные особенности, а также потребности, связанные с социальными, культурными и семейными факторами. И таким образом можно сказать, что этот набор задач, он содержит и какие-то базовые, какие-то постоянные, может быть, какие-то вещи, с которыми сталкиваются многие семьи в палеоативной ситуации, так и индивидуальные блоки, здесь индивидуальные какие-то компоненты. И очень важно, чтобы сама эта помощь ориентировалась на потребности, которые есть у семьи. Очень множит, как я уже сказала, быть разное состояние, разные трудности, которые являются на данный момент такими, скажем, какими-то стоящими на первом плане, какими-то ключевыми. И очень разные потребности, которые могут быть тоже для семьи именно в данный момент наиболее актуальными. Это и потребность в каком-то больше безопасности, комфорте, необходимости простроить какую-то систему коммуникации, общения в новых условиях, связанных с ухудшением состояния ребенка или в условиях развития ребенка с особенностями, со всеми присущими его особенностями. Или, например, поддержка этого самого развития, обучения с учетом тех дефицитов и ресурсов, которые есть непосредственно у этого ребенка. И таким образом психолог может принимать участие и помогать команде специалистов, мультидисциплинарной команде обучать семью отслеживать какие-то изменения состояния как соматического, так и эмоционального, психологического. Может важную роль играть в том, что касается решения вопросов, связанных с нарушением или выстраиванием пищевого поведения, питания, помощи немедикаментозной, а также оценки болевого синдрома и эффективности обезболивания, развитие различных, в том числе альтернативных способов коммуникации, рекомендации, рекомендации по информированию не только самого ребенка, но и его сиблингов, что очень важно, а также круга родных, знакомых, которые очень важно, чтобы были той самой поддержкой с одной стороны, а с другой стороны, чтобы семья чувствовала себя достаточно защищенно от, может быть, иногда травмирующего какого-то внимания или каких-то большого потока каких-то вопросов, чтобы вот этот процесс был выстроен так, чтобы в нем была действительно поддержка, а не расход каких-то ресурсов. Это поддержка семьи вот в этой самой удовлетворенности и нахождении возможности получать что-то интересное, что-то приносящее положительные эмоции каждый день, как самому ребенку, так и другим членам семьи. Это выстраивание какой-то индивидуальной тактики обучения, развития, а также помощь в всей семейной системе в том, чтобы сохранять и развивать какой-то свои ресурсы, себя самих, иногда в достаточно длительном, да, в длительном этом пути, когда ты помогаешь своему ребенку с различными особенностями проживать свою жизнь. И это, безусловно, да, вопросы, связанные с гореванием, процессом горевания. Может быть, много разных инструментов для решения этих задач. Я здесь показываю, скорее, инструменты, связанные с мониторингом, да, например, эмоционального, психологического состояния. И еще раз хочу обратить внимание, насколько по-разному могут ставиться задачи, определяться какие-то основные трудности и потребности семьи, даже если мы опираемся вот на это, да, этих два вида, да, например, связанных с нозологически, да, с диагнозом, кому, какой именно семье нужна поддержка психолога. Семье с ребенком с генетическими, неврологическими заболеваниями или больше семье с приобретенными онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, которые испытывают такой свой, совсем другой, да, спектр каких-то трудностей, у которых есть свои особые потребности. И в этой связи, конечно, специалист, который является, да, оказывает психологическую помощь в палеотиве, он должен обладать очень разными навыками, понимая все особенности, прежде всего, да, вот различных заболеваний, а также процессы умирания и всех тех факторов, которые могут влиять на формирование именно индивидуальной программы оказания помощи. И это действительно такая, да, большой путь, который сейчас проходит эта область, да, обучение всем этим отдельным навыкам, потому что здесь есть действительно своя специфика. Но в заключении хочется сказать, что кроме профессиональных навыков, как, будь то, пользование какими-то инструментами, а психологу здесь тоже очень важно не забывать про свои ресурсы, потому что иногда, как сказано, не могла не процитировать эти прекрасные слова. Иногда мы нуждаемся не только в том человеке, который что-то поправит или сделает что-то конкретное, но в том, кто позволит нам почувствовать, что нас поддерживают и о нас заботятся, и с нами проходит этот путь вместе, каким бы тяжелым он ни был. Только ли, можно ли этому научиться только в профессиональном тренинге, или здесь есть еще много других качеств и навыков, которые необходимы психологу, чтобы быть рядом, и не только психологу, но специалистам палиативной помощи в целом. Я желаю, завершая и передавая слово своим коллегам, желаю нам всем постепенно у себя это развивать, сохранять, беречь. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы... Спасибо, Алина Евгеньевна. В чате пока мы не видим, но, может быть, они будут к концу, но, наверное, у меня есть, мне кажется, очень важно было бы озвучить некоторое ощущение, что, не может быть, вместе подумать, пока у нас есть время для перехода к другим докладам. На мой взгляд, еще одной очень острой проблемой, как раз острым вопросом оказания палиативной помощи, собственно говоря, является предложение и донесение до семей, до пользователей этой возможности как раз перспектив тех бонусов, которые может семья получить, обращаясь за психологической поддержкой в этот момент. И я думаю, что для психологов, которые так или иначе связаны с палиативом, от которых мы часто получаем вопрос и, скажем так, ощущение неудовлетворенности от того, что так много всему уже научились и так много всего знаем и так много можем помочь, но так часто нас не приглашают, не получается как-то подключиться в новый момент, в какой-то момент, потому что здесь семья часто боясь стигматизации и разных каких-то, находясь в плену, скажем так, каких-то представлений или не очень понимая, что это за помощь такая и что может принести психолог, действительно испытывает большие трудности принять эту помощь. Как вам кажется, что, может быть, можно порекомендовать коллегам, которые сейчас нас смотрят, у которых наверняка есть психологи в их палиативной команде, как, может быть, лучше эту помощь предлагать, может быть, на чем делать акцент, чтобы семьям было легче ее принимать и легче было интегрировать наших коллег в систему работы палиативной службы. Спасибо. Спасибо, Наталья Валерьевна, за вопрос. Мне кажется, что то, что мы видим по своему опыту, что очень важно, чтобы была возможность психологу рассказать о том, самому рассказать о том, что именно он мог бы предложить семье, как дальше могло бы строиться и взаимодействие, и что такое психологическая помощь в этой ситуации, потому что действительно представление о том, кто такой психолог, чем он может помочь, чем он не может помочь, оно очень разное. Опыта обращения к психологу очень мало, и психологи в разных ситуациях, они по-разному работают, и поэтому, например, имея опыт обращения к школьному психологу, родители не очень понимают, а вот этот, он переносит как бы этого психолога, вот как будто бы этот школьный психолог сейчас вот придет и будет помогать, а у меня ребенок сейчас очень плохо себя чувствует, да, там почти не ест, да, почти не разговаривает, что здесь может психолог сделать, как будто бы это тот же самый психолог. И в этом смысле наш опыт показывает, что если предлагать, во-первых, разделить, сказать, что мы понимаем, что, да, кажется, что сейчас это как-то непонятно, но мы предлагаем вам просто познакомиться с психологом, и потом вы можете решить, что-то из того, что он вам предложит, возможно, вам подойдет, может быть, нет, но у вас будет понимание, да, может быть, в какой-то момент, да, что он может со своей стороны в нашей команде, да, предложить вам или вашему сыну, вашей дочери. И чаще всего все-таки, если принимается это предложение о знакомстве, то дальше это уже, да, психологу легче, когда он приходит уже в семью, и когда он может, услышав, в чем основные сейчас тревоги, и в чем основные потребности семьи, предложить семье, что он со своей стороны может, как он может помочь, чтобы эти, на эти вопросы, да, помочь ответить, или быть рядом в той ситуации, когда у некоторых вопросов нет ответа. Спасибо, Алина Евгеньевна. Хотели бы, Александр Рафаилович, добавить что-то? Да, мне кажется, что, спасибо за замечательный доклад, Алина Евгеньевна. Мне кажется, что есть очень интересная задача. Она заключается в том, что это то, что касается рекомендаций протоколов. И она очень такая многогранна, потому что, с одной стороны, нет никаких сомнений, что они нужны. По многим причинам они нужны в принципе. Это некоторый способ передачи опыта и обмена опытом. И это очень важно. Никаких сомнений нет. С другой стороны, есть хорибда. Хорибда, может быть, заключается в том, что... Это, чего я очень боюсь, что составлением рекомендаций протоколов займутся люди, которые думают, что они знают вообще, как надо. То есть вот это будет совершенно полная катастрофа. И для того, чтобы... То есть пока эти рекомендации пишут мудрецы, то, слава богу, но что будет потом, я не знаю. И что, мне кажется, очень важно, это определить, если так можно сказать, протокол протоколов. На самом деле, тогда, когда мы составляем, мы их не можем составить, как врачи. Одной очень простой причине, что психика куда более вариабельна, чем тело человека. Россия очень многонациональная и многокультурная страна. Уровень даже базовой подготовки психологов, даже подготовки клинических психологов колоссально отличается. И здесь есть очень творческая задача о том, что, собственно говоря, может быть в... В чем может быть некая идеология составления рекомендаций протоколов. То есть, это могло быть какая-то ужасно сложная, но в то же время очень может быть важная задача. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз. Да, у меня тоже есть такое краткое, может быть, добавление. Может быть, это пригодится нашим коллегам. С тех пор, как мы в проекте «Качество жизни» фонда «Подари жизнь» это паллиативный проект, ввели обязательное знакомство со всеми участниками команды нашей паллиативной. То, в общем, это стало помогать не только семьям обращаться за помощью к нужным специалистам, но и, в принципе, ощущать и воспринимать эту помощь как комплексную, с очень четкими и понятными задачами, разделением ролей. Но и также в случае, если семьи не пользуются каким-то видом помощи, у них, скажем так, эти потребности удовлетворены каким-то другим способом. И я бы сказала, что совершенно нормальная ситуация, когда семья с ребенком на паллиативном этапе лечения не нуждается в психологической поддержке. Но, тем не менее, мы знаем об этой семье, и мы уже внутри нашей команды можем думать с ними, о них и помогать, скажем тогда, например, подбирать или организовывать какую-то жизнь, связанную с учебой, с развлечениями. И в этом смысле, ну, скажем так, работа психолога, она такая внутри команды, она не очень обращенная напрямую к семье, но, в общем, достаточно важная. И, конечно же, я бы сказала, что психолог является таким интегратором опыта разных семей и наблюдателем, свидетелем того, как это бывает и как, что помогает. И в этом смысле знакомство с семьей, которая хорошо справляется, конечно же, тоже может быть очень ценной для того, чтобы делиться с другими семьями. что помогает, как помогает, что мы знаем, что не всем семьям эта поддержка нужна, но мы будем признательны, если вы поделитесь каким-то своим опытом, какими-то своими впечатлениями, что вам помогало, что вам, наоборот, ухудшало. И тогда, да, вот мы набираемся этими психологическими навыками, знаниями внутри команды. Дорогие коллеги, подхватывая тему как раз работы в команде, позвольте представить свой доклад по поводу проблемы модели взаимодействия специалистов в команде, в палеоативной, где, конечно, хотелось бы нам, чтобы все специалисты работали слаженно, да, как единый механизм. Нам на ум пришла вот такая пословица африканская, да, что если ты хочешь идти быстро, то тебе нужно двигаться одному, да, иди один. Вот если ты хочешь пройти долгий путь или путь твой далек, то нужно идти в сопровождении спутников. Ну, очень хочется, чтобы эта мудрость, я думаю, что она наверняка понятна и близка многим из вас, потому что путь в сопровождении палеоативного ребенка и семьи с палеоативным ребенком, он действительно крайне долгий и сложный, без спутников здесь никак не справится. Ну, собственно говоря, чем эти спутники помогают? Мы знаем, что само определение палеоативной помощи включает как раз набор разных специалистов. Это происходит из того, что у семьи и у ребенка в тяжелом состоянии обнаруживается сразу очень много разных нужд, которые не в состоянии удовлетворить или обеспечить один специалист. Кроме того, специалистам разным в команде палеоативной очень важно обмениваться знаниями и оказывать друг другу взаимную поддержку. Речь идет и об обмене информации, и о моральной поддержке в очень сложные периоды, потому что нагрузка, про которую мы еще будем с вами говорить подробнее, конечно же, выше, чем, и совсем другая, чем, например, в местах, где дети рождаются. И отсутствие того или иного специалиста автоматически означает неудовлетворение у семьи каких-то нужд. И, конечно же, неслаженность работы команды в палеоативе чревата тем, что неблагополучие будет ощущаться и будет более остро переживаться семьей, которая находится с тяжелым ребенком. Некоторые рекомендации по тому, кого нужно включать в палеоативную команду для нас во многом стали уже нормой, мы уже к этому привыкли. Мы привыкли, что, конечно же, кроме врачей различного профиля, в зависимости от того, какого рода проблемы сталкиваются ребенок или подросток, это не только врач-палеоативная помощь или врач-онколог, радиолог, реаниматолог, терапевт, педиатр, это еще очень часто невролог, нутрициолог, физиотерапевт, хирург, психиатр и фармаколог. В последнее время очень часто сюда включают реабилитолога или абилитолога, думая и понимая, что качество жизни и ребенка, и семьи улучшается, когда максимально есть возможность максимальной самостоятельности ребенка и семьи и поддержания высокого уровня функционирования. Конечно же, медицинские сестры, конечно же, привычным стали социальные работники и психологи. Все чаще мы подключаем духовных лиц, специалистов из различного рода религий, чтобы поддержать наших подопечных семей в некоторых местах, и мы знаем, что у зарубежных коллег, очень принято помогать в организации жизни ребенка в этот период. Обычно это чай-лайв-специалист, у нас это педагоги, у нас это волонтеры, и часть функций как раз чай-лайв-специалисты часто берут психологи и психотерапевты. Рекомендуется также не забывать про то, что у семьи на полятоином этапе лечения ребенка может быть острая потребность социальной поддержки нянь, сиделок и какого-то отдыха, какого-то решения собственных проблем семьи, которые накапливаются в этот момент. И остро могут стоять вопросы, связанные с какими-то юридическими моментами. Например, если семья выбирает путь не отказываться от реанимационных мероприятий и остаться с ребенком дома, то, конечно же, семья должна быть уверена, что она знает, как себя вести, как справиться с юридическими моментами этой ситуации. Мы сейчас все чаще и чаще видим, что эта команда не обязательно должна вся присутствовать лично. Часть команды очень часто присутствует виртуально, в виде каких-то онлайн-консультаций, какого-то другого формата, в виде каких-то вебинаров, например. Люди могут получить какую-то консультацию по тому или иному вопросу юридическому. И мы также видим, что команда иногда расползается и выглядит как команда разных учреждений, которые покрывают все возможности и потребности семьи и ребенка в этот момент. Если мы думаем о том, кто стоит во главе этой большой достаточно команды и как распределяются роли, и как они должны распределяться, чтобы это было оптимально и с точки зрения ресурсов, и с точки удовлетворения всех потребностей, то здесь мы с вами сразу увидим, что зависит это, собственно говоря, от того, как устроена в своем взаимодействии команда. Мы понимаем, что очень часто специалисты и ребенок, и семья находятся в очень сложных, в сложном клубке взаимоотношений, и, собственно говоря, встает вопрос, что чаще всего мы слышим, что палиативная команда это мультидисциплинарная команда. Давайте попробуем разобрать эти модели и, скажем так, соотнести оптимальный формат работы и послушать какие-то рекомендации, которые озвучивают нам наши зарубежные коллеги. Ну, если мы смотрим и говорим, что наша палиативная команда мультидисциплинарная, то по определению этой команды это означает, конечно же, что к пациенту привлекаются одновременно очень разные специалисты. У каждого специалиста своя локальная задача, как говорят за рубежом, свой кусок пирога. Эти специалисты достаточно хорошо обучены каждый в своей области и самостоятельно в принятии своих решений. Лидер, будь то врач или координатор, менеджер этой команды скорее знакомит команду с семьей и с ребенком и лидерство, то есть лидерские потребности управлять такой командой на самом деле минимальны. В большинстве случаев и, наверное, в случае как раз палиативных команд в России наши команды как раз можно назвать мультидисциплинарными. И тем не менее мы видим в рекомендациях, что очень часто команду, которая работает в палиативе, называют междисциплинарной или интердисциплинарной. В отличие от предыдущей модели это означает, что команда работает и специалисты работают неизолированно, а очень часто совместно решая одну и ту же задачу. Например, над проблемой информирования работают одновременно несколько специалистов. И доктор, и менеджер управления с этой командой, он может быть одновременно доктор, и психолог. И, скажем так, они вместе об этом думают, распределяют роли, и оказывается, что в большинстве проблем, с которыми сталкиваются пациенты и семьи на палиативном этапе лечения, нужна работа не одного изолированного специалиста, а как раз работа некоторых подгрупп, и получается, что в этой команде, кроме ниточек, которые ведут к семье и к пациенту, еще очень много разных ниточек между самими специалистами образуется. И на самом деле такая команда очень сложна в управлении, и ее хорошая качественная работа основана на высокой согласованности специалистов и хорошая коммуникация. Она должна быть настолько хорошая, что среди рекомендаций можно даже встретить, что если вы не можете как команда обеспечить себе высокий уровень согласованности, то такой команде в палиативе лучше изменить модель работы с семьей и стать не междисциплинарной командой, работая над каждым вопросом по командам, а стать мультидисциплинарной командой, где каждый специалист хорошо и четко работают в пределах очень определенных зон. И есть еще одна форма работы, в которой гораздо реже мы можем видеть работу палиативной команды, но тем не менее так встречается. Чаще всего это означает, что в какой-то момент лидером этой команды может стать любой из этих членов или не один, а как минимум несколько людей. Чаще всего функции в таких командах повторяются или пересекаются, частично или полностью, и некоторые члены команды являются взаимозаменяемыми. Например, может быть два доктора-лидера или несколько координаторов или несколько менеджеров, которые периодически берут это управление. В этой команде наиболее успешно решаются задачи, которые требуют совместных решений, которые требуют кризисных решений, где команда умеет работать в режиме мозгового штурма, принятие совместных решений, и лидерство здесь перехватывается достаточно гибко. Возвращаясь к тому еще разочек, какой должна быть идеальная команда палиативная, то, конечно же, мы видим, что на самом деле модели этих команд могут быть очень разными, палиативная команда может быть разной. Более того, обычно в периоды своего развития каждая команда проходит или пробует разные стили, начиная, например, с мультидисциплинарной и двигаясь к междисциплинарной команде. Но, тем не менее, в большинстве рекомендаций стараются предлагать решения и рост в команде, которые будут приближать ее все-таки к междисциплинарной команде, работе команды как рука, где над разными аспектами, разными потребностями семьи работают одновременно несколько специалистов. Ну, и вот есть ряд сложностей и трудностей, с которыми сталкивается большинство команд паллиативных какой бы формы ни было. Очень часто сложно команду координировать. Хорошо, когда в этой команде много внимания уделяется согласованности и выработке коммуникации на высоком уровне, где хорошо понимается и жанр, и формат, и стиль работы, и тип команды, в которой специалисты работают. Соответственно, с этим распределены функции, они правильно понимаются. Ну, и если мы говорим про разных специалистов, то надо сказать, что источники их сложности очень разные. Например, для врачей мы можем сказать, что это специалисты в паллиативной команде, на которых лежит максимальная нагрузка и максимальная ответственность. Медицинские сестры, которые наиболее эмоционально приближены к семьям и к пациентам, обычно наиболее ярко у них выражен синдром эмоционального выгорания. И они больше всего не удовлетворены своим социальным статусом, своим ощущением себя в команде и жалуются на то, что их работа плохо согласована с другими специалистами, они плохо интегрированы в команду как специалисты, несмотря на то, что они тоже выполняют огромное число функций. Ну, если вспоминать про психолога, мы сегодня уже об этом говорили, что это тот тип помощи, который наиболее стигматизирован, и который сложнее всего донести до семей. Если в команду привлекаются волонтеры, то те трудности, которые с этим связаны, чаще всего определяются зоной контроля. Волонтерам достаточно сложно и нужно объяснять, в чем их задача, что является их приоритетами, для того, чтобы это было понятное, комфортное и неувеличивающее конфликт в палиативном команде помощи. Ну, и, конечно же, команда испытывает и подвергается различным внутренним стрессам и внешним стрессам и со стороны семьи, различного рода с испытаниями и со стороны других учреждений, с которыми команда это может взаимодействовать. Большинство рекомендаций по улучшению согласованности и хорошей коммуникации в команде основаны на том, что очень часто сами пациенты находясь или сами семьи находясь в таком стрессовом периоде не имеют возможности качественно выстроить коммуникацию со всеми представителями палиативной команды. Обычно они выбирают одного или двух представителей команды и очень часто информация, которая известна команде по поводу этой семьи является фрагментированной решепленной у разных участников для того, чтобы понимать, что на самом деле происходит с семьей. Конечно же, мы должны ее интегрировать и очень часто общаться. Более того, каждый специалист в своей области должен представлять и обладать хорошим уровнем знаниями о других аспектах помощи, в нужный момент начать их оказывать и поддержать, распознать проблему, но одновременно в нужный момент он должен передать семью или пациента, родственника с этими потребностями коллегам, которые являются более глубокими, углубленными специалистами в этот период. И обычно то, о чем пишут зарубежные коллеги, и мы знаем тоже, это подтверждает наш опыт, что в период работы с семьей разные специалисты, палеотехнинные команды вовлечены в работу с семьей в разной интенсивности. Например, известно, что в конце жизни максимально вовлеченным оказывается врач, а вот на палеотипном этапе лечения, на этапе горевания, когда семья переживает и адаптируется к ситуации потери ребенка, то, собственно говоря, функция доктора сведена к минимуму, но зато максимальной становится роль психолога и психологической поддержки. Для того, чтобы наиболее оптимально распределять функции и зоны ответственности в команде, мы иногда используем и рекомендуем использовать такой дистресс-термометр. Этому могут помогать и другие тесты, но здесь он хорош тем, что он достаточно краткий, он адаптирован для русской популяции, у него есть бланки версий как для детей, подростков, так и для родителей. Таким образом, мы можем скажем так, каналы и сравнить каналы поступления жалоб и разделить непосредственные потребности самих родителей, самой семьи и самих детей, например, подростков. И здесь мы можем увидеть, что жалобы пациентов, жалобы семей касаются очень четко очерченных различных зон, каждую за которую может отвечать разные специалисты, врачи, социальные работники, психологи, волонтеры. И используя такие тесты, например, в начале знакомства команды, мы хорошо можем представлять и сложности, с которыми сталкивается семья, и объем работы, и объем нагрузки каждого специалиста в команде, который в нее включен. Ну и для того, чтобы команда росла, двигалась, укреплялась и увеличивала согласованность и коммуникацию внутри себя, существует несколько блоков мероприятий, которые этому способствуют, помогают, чтобы команда почувствовала себя настоящей сплоченной группой. Прежде всего рекомендуют на протяжении всего сопровождения семьи с палеотивным ребенком, начиная с самого начала до конца, обсуждать неоднократно некоторый план общей заботы, когда в режиме мозгового штурма каждый из специалистов, обозначив некоторые проблемы, которые он видит, своего поля и из области коллег, предлагает некоторые решения, что будет сделано для решения этих проблем. Этот план несколько раз в течение сопровождения сверяется, и обычно в конце специалисты делятся своими ощущениями, что было сделано хорошо, что бы хотелось улучшить, и очень часто специалистам в палеотивной команде предлагают специально уделять внимание для выработки и прохождения некоторого такого мероприятия ритуала в прощении в самой команде, потому что очень часто смерть ребенка является даже для участников палеотивной команды событием, которое требует некоторого завершения, прощания для того, чтобы снова продолжить работу, для того, чтобы, может быть, обсудить, какие уроки из этого нужно извлечь и двигаться уже с новым багажом. Конечно же, рутинное рабочее совещание рекомендуется проводить регулярно с обсуждением сложных случаев, выработки алгоритмов решения, очень способствует росту команды работы и координации в подгруппах, например, подгруппы, которые обсуждают проблемы информирования, например, работы с болевым синдромом или работы организации мероприятий обучения. И, конечно же, команда не может расти, если не уделяется внимания каким-то внутренним отношениям, потому что мы сейчас называем team building, и обучению, профессиональному обучению, и обучению кросс-культурному, кросс-профессиональному тех особенностей, которые могут быть у семей, и тех профессиональных зон, которые представлены в команде. Ну, на этом, собственно говоря, позвольте закончить. Мы знаем, что на команду, на наш прекрасный караван, который идет в долгом пути, совершается очень много разных атак и нападок, но, как говорят в другой мудрости уже на других странах, что только караван, на который собака не лает, не идет в нужном направлении. Наталья Валяевна, можно вопрос? Конечно, конечно. Просто что интересно, что команда, во-первых, огромное спасибо, это жутко интересно. Во-вторых, вот эта команда, которая там может быть построена по разным принципам, просто думаю, что это еще группа, при этом это группа помогающая, это группа, которая взаимодействует с людьми, страдающими в очень тяжелой ситуации. Есть ли, встречали ли вы какие-то упоминания, я не знаю, как это сказать. Психолога не для пациента, а психолога для этой группы, который будет, я имею в виду именно в группе, то есть тот специалист, который будет думать о том, что происходит в группе, какие психические процессы. То есть у меня ассоциация с групповой психотерапией, если угодно. Я такого опыта, как групповой супервизии психологической не встречала, потому что я думаю, что здесь сразу много вопросов может встать. Здесь может быть, например, вопрос своевременного обезболивания. И здесь я думаю, что, конечно же, очень логично, если специалисты в команде, испытывая какую-то неудовлетворенность решением того или иного вопроса, могут вызывать так называемых экспертов по данному вопросу. И, наверное, я бы сказала, что скорее это относится ближе к зоне области обучения. Но, безусловно, те форматы, которые считаются необходимыми, разбор и анализ сложных кейсов, в том числе и психологических, здесь как раз может второй областью отвечать на тот вопрос, который вы ставите. Другое дело, что мы с вами знаем, что и работая в команде не всегда бывает комфортно обсуждать что-то, скажем так, с одним специалистом. Поэтому очень часто предлагают как раз смешанные какие-то мероприятия для специалистов из разных служб, из разных городов, когда ты можешь обсудить какие-то вопросы с коллегами, которые, и получить какой-то совет психологи по поводу психологических аспектов, врачи по поводу врачебных, не скажем так, так проще говорить о проблемах. Но мне кажется, что здесь любые форматы могут быть использованы при, скажем так, адекватно соответствующей поставленной задаче и тем правилам, которые комфортны и будут приняты командой. мне кажется, чем больше будет разных форматов какой-то помощи команде как команде, тем более эффективно она будет работать. Но правильно я вас понял, что вы не встречали какое-то описание, когда в работе группы, что у них там есть каждый второй вторник месяца, когда они идут к какому-то психологу, и они что-то обсуждают, что между ними происходит, или они говорят про какой-то случай, и психолог интерпретирует, что между ними происходит. Такого нет. Такого я не встречала, скорее, это, мне кажется, более свойственно для специалистов, для групповой супервизии, например, психологов, которые работают вместе. Не очень здесь представляется возможность такого глубинного формата для специалистов не всегда так глубоко психологически погружена в то, что происходит с семьей. Поэтому формат обсуждения сложных кейсов в формате балентовских групп, мне кажется, здесь может быть более предпочитаемый для решения такого задачи. Евгения, что-то хотели добавить? Хотела поблагодарить вас тоже, Наталья Валерьевна, и у меня такой вопрос, если нам время позволяет. У нас прошедший год много чему научил в плане дистанционной работы с пациентами и семьями. Но с чем нам еще всем пришлось столкнуться, это с большими ограничениями с точки зрения именно координации работы команды, что команде тоже друг с другом во многих каких-то своих аспектах пришлось учиться, координироваться и взаимодействовать и поддерживать друг друга тоже вот в этом самом дистанционном формате. И здесь мне кажется, что вот команда качества жизни, которая изначально много работала с семьями на расстоянии и имеет этот дистанционный очень большой опыт, хотелось спросить, чем бы вы в этом смысле могли, может быть, поделиться вопросы координации поддержки именно самой команды в условиях, когда нет возможности так часто встречаться или в таком формате встречаться, потому что это те ограничения, с которыми мы продолжаем во многом находиться. Может быть, здесь что-то могли бы сказать, поделиться опытом. Если говорить про какую-то нашу конкретную команду, то как раз изменился формат, но не изменилась частота этой групповой работы, этих встреч, а появились новые форматы и появилась, может быть, можно так назвать, работа обсуждения внутри каких-то маленьких групп. Мне кажется, что благодаря этому формату и необходимости онлайнов и всяких оснащения технической стороной вопроса озабоченности, мы просто стали смелее, мы используем иногда не только зумы, скайпы, но и просто групповые звонки для решения очень быстрых, кратких вопросов, когда можно всех застать в разных местах, но быстро что-то уточнить, согласовать какие-то действия или план действия. И, конечно же, мы стараемся по каждому пациенту иметь такой оперативный чат, где отмечается, кто что сделал, кто как информацией обладает, какой-то вопрос передать оперативно коллегам, то здесь на самом деле в этом смысле наша жизнь улучшилась, но и это же касается и доступности для наших пациентов и наших подопечных, которые, в общем, столкнулись с еще большей изоляцией, для них это стало дополнительной возможностью. я бы сказала, что они стали меньше бояться каких-то дистанционных консультантов, дистанционных специалистов, дистанционных волонтеров, дистанционных учителей. В этом смысле для этой категории наших пациентов и семей произошел ряд каких-то больших хороших изменений. Так же, как и во всем мире, хеллс-кэть, телемедицинская очень здорово продвинулась, начиная от того, что большинство теперь пациентов на дому оснащаются разными мониторами, разными системами наблюдения за их состояниями, оценкой их активности, показателей. Это тоже вышло на некоторый другой уровень. Клиника распространилась и палеоативная помощь медицинская распространилась за счет наблюдения, экстраполяции глаз. Спасибо большое. Спасибо большое. Я передаю слово Александру Фаиловичу, который осветит не менее важный вопрос оказания какой-то и каких-то работы, поддержки с психологической нагрузкой специалистов, которые работают в палеотиве и с теми проблемами, которыми они сталкиваются. Дорогие коллеги, доклад называется «Психологическая нагрузка персонала на стране врача и медицинской сестры». Этот доклад в основном будет посвящен некоторым таким неочевидным механизмам и истокам психологической нагрузки, которая скорее относится к бессознательному, чем к сознанию. И я хочу попробовать подумать в этом докладе о возможной организации помощи, что может защитить нас. В данном случае в этом докладе сегодня я представляю проект «Психология для врачей». Очевидные источники психологической нагрузки, то, что более-менее на поверхности. Медицина вообще, палеотивная медицина в особенности это очень тяжелая эмоциональная работа. Это столкновение с психической болью пациентов и их семей, наши пациенты, члены их семей, диатрии и во взрослой медицине находятся в очень страшной, очень тяжелой жизненной дистанциальной ситуации. Специалист палеотивной медицины не реже, а скорее всего чаще других медиков оказывается в ситуации конфликтов и манипуляций, то есть запутанной или очень тяжелой коммуникации. эта работа означает необходимость участия и нередкого участия в очень тяжелых разговорах, разговорах, например, в конце жизни. И еще очень важный момент это то, что психологической и какой-то душевной помощи. Пациенты, члены их семьи как правило ищут в своем докторе. То есть какие-то институции социальные, это может быть например священник или это может быть еще кто-то, их в России с ними очень большой дефицит. И первый человек, которому люди осознавая или часто не осознавая обращаются с душевной болью, это врач или медицинская сестра. Ну а теперь о неочевидных источниках и неочевидных механике. Неочевидной механике. Для того, чтобы как-то объяснить, как это бывает, позвольте вам представить случай своей собственной практики. Этот случай был уже довольно много лет назад. Он был очень такой своеобразный. меня пригласили проконсультировать ребенка и его маму в отделении пересадки костного мозга. Мальчик уже выписывался из отделения пересадки костного мозга. Все было в полном порядке, даже очень хорошо. у меня было даже не очень даже было понятно, собственно говоря, зачем нужен психолог. Ну, действительно, мальчик там замучился уже сидеть в этом аквариуме. Это была российская детская клиническая больница. Там пересадки делали в таких очень маленьких боксах стеклянных. И там, конечно, провести несколько месяцев ужасно тяжело. Мальчик очень активный. Мама, конечно, уже замучила. Но был большой вопрос, так сказать, нужен я или нет. Второй раз я пришел через несколько дней. И мы я попытался. Мама была очень благодарна, такой вежливый человек. Но она говорила тоже, она говорит, я не совсем понимаю. Ну, раз меня позвали, давайте я попробую сделать свою работу. Я пытался войти в контакт с мальчиком, порисовать. Мы рисовали ракеты, как сейчас я помню. Оба были, по-моему, очень удовлетворены этим процессом. Потом еще через несколько дней я пришел и была мойка, поэтому он уже был на облаторном лечении, и он игрался с какими-то мальчиками, он пришел в больницу, я понял, что я совершенно лишний, что психолог ему совершенно не нужен. А потом еще через несколько дней, то, что я называю презентацией вторым эпизодом, я пришел в отделение укрепиматологии, почему-то опять увидел его мать мальчика в халате, и дальше произошла очень странная, очень тяжелая история, она взяла меня почему-то за локоть, отвела в сторону, она почему-то меня назвала по имени Сашей, и сказала, что у нас рецидив, что ее сын будет умирать, мне было очень тяжело, мне было очень трудно, так сказать, здесь стоять, в этой ситуации, я спросил, как она себя чувствует, она сказала, что ничего, сослалась на свои немецкие корни, то есть, какой-то душевной стойкости, я спросил, как мальчик, говорит, ничего, немножко купсится, я себя очень специфически чувствовал после этой истории, у меня было такое ощущение, что я очень потяжелел, что мое тело весит в два раза больше, чем я действительно вешу, мне было очень тяжело, естественно, я был очень морально подавлен. И я понимал, что я должен с этим что-то сделать, я живу напротив стадиона, и у меня был очень хороший спортивный период, и первое, что я сумел сделать, придя домой, я, так сказать, пытался втоптать эту тяжесть в беговую дорожку, я пробежал значительно больше, чем я бегал обычно, бегал в тот момент обычно, и что самое главное, это этот случай много раз был представлен на обсуждениях о супервизиях, и прежде всего о супервизиях с моими коллегами, с которыми сегодня мы представляем доклад. Давайте попробуем посмотреть, что там, как можно понять то, что со мной произошло, и то, что с моей точки зрения происходит регулярно в психологическом состоянии врачей, медицинских сестер, которые работают в палеотипе. Давайте попробуем посмотреть через призму некоторого психологического знания. Это Нелани Кляйн, выдающийся австро-английский психолог. В 1946 году она опубликует свою работу. Это безусловно один из самых важных психологических текстов XX века. Это статья, которая называлась о некоторых шизоидных механизмах. Она описывает проективную идентификацию. Это психический процесс, при котором человек оказывает бессознательное давление на другого, чтобы он чувствовал и вел себя в соответствии с фантазиями первого. Другое определение проективной идентификации это буквально неопосредственная передача своего психического состояния другому. В результате этой передачи второй себя точно так же чувствует, как и первый. То есть с этой точки зрения... То есть с этой точки зрения то, что произошло, мать пациента мне буквально передала то, что чувствовала она. Я стал чувствовать то же самое, что чувствовала она, и она это сделала бессознательно, здесь не было никакой воли, это произошло, если угодно, само собой, и произошло, потому что она не могла выдержать на самом деле, несмотря на абсолютное внешнее спокойствие, для нас это очень важно, это был очень спокойный разговор, там не было ни слез, ни крика, ни плача. Проективная идентификация, это также еще психическая защита, это механизм психики, который позволяет поделиться непереносимыми, переполняющими переживаниями, это ровно то, что произошло. мы очень любим эту гифку с Натальей Валерьевной, мы довольно часто ее используем, есть сейчас такая новая профессия, называется интернет-художник, автор этой картины, художница, ее зовут Лана Тополь, она в сети называет себя chemical sister, химическая сестра, и называется она you me love, ты, я, любовь. Вот здесь, наверное, можно сказать, что произошло нечто подобное, то есть рыбки из одной головы или из одной души ровно, буквально это содержание перетекло в меня. Ну, в этой картине они плывут в две стороны, а в данном описываемом случае это было в одну сторону. Позвольте еще один теоретический взгляд у инфротрубих Бион ученик Мелани Кляйн в 62-м году публикует книгу, которая называется Learning from Experience, по-русски обычно ее переводят на учение через опыт переживания. Он описывает два типа элементов психики, бета-элементы, это представляет собой необработанные элементы чувственного опыта, о них нельзя думать. Он считал, что их нельзя видеть в нормальных снах, только в кошмарных снах, и их невозможно говорить. Их можно только передать буквально посредством проективной идентификации. Альфа-элементы это уже переработанные элементы, уже переработанные элементы, они рождаются из переработки бета-элементов. Для перехода бета-элементов альфа-элементы нужен другой, и этот процесс Бион назвал контейнированием. В контейнере бета-элемент ослабляется, частично переваривается. Еще очень важная вещь, что бета-элементы ищут контейнеры. То есть, если говорить с точки зрения бионовской концепции, то мать этого мальчика была переполнена бета-элементы. И ей был необходим контейнер. И этим контейнером оказался я. А мог бы оказаться кто-то другой. Но это очень мы любим. Эту картинку вы наверняка видели про контейнирование. То есть, одного человечка какая-то гашемала в голове, а у другого ее как-то пытаются разобраться с ней намотать накатушку. Ну, я позволю еще раз три основных вывода по этому случаю. Мать пациента передала мне свою боль посредством проективной идентификации. И я был переполнен бета-элементами, с которыми мне нужно что-то было сделать. Ну да, действительно, там на каком-то первом этапе, почти я бы сказал неврологическим и все угодно, меня как-то спасла там такая большая физическая нагрузка. Но по большому счету, и это очень важно, устоять в этой ситуации, продолжить работать, быть эффективным и быть обогащенным этим опытом, этим очень тяжелым случаем. Мне помогла коммуникация с коллегами, то есть мне как помогающему нужна была помощь, и я ее получил. И это очень большое счастье. Я хочу упомянуть еще о некоторых особенностях этого случая. Во-первых, и это очень важно, я повторюсь, там не было никакого крика, плача и стонна. Это был очень спокойный разговор. Тем не менее, он у меня произвел колоссальные впечатления. В тот момент я уже не был ни молодым человеком, ни молодым специалистом. Я уже довольно давно работал в детской онкологии, и это, конечно, был не первый случай перехода на палеотиз среди моих пациентов. Почему так получилось, что именно в этом случае я так себя чувствовал, в известной степени наверное непонятно. Хотя в какой-то степени может быть понятно, если мы вспомним, как была устроена коммуникация, что мать была, несмотря на внешнее спокойствие, собранность, была переполнена бета-элементами, она находилась в особом психическом состоянии, и в том, что я оказался рядом. Я оказался тем человеком, на которого через проективную идентификацию было передано это состояние. Еще раз повторюсь, это мог бы быть и не я. Ну, а теперь, если можно, поговорим про судьбу контейнера. То есть, собственно, про нашу судьбу, когда нам пациенты что-то очень тяжелое передают, и повторюсь, в ситуации контейнера оказываются все специалисты в паллиативной медицине, и даже прежде психологов, конечно, это врачи и медицинские сестры. Способность переваривать бета-элементы различается у разных людей, и она не имеет никакого отношения к моральным или интеллектуальным качествам специалистов. Эта способность у всех людей имеет свои ограничения. Никто не может переваривать до конца. И тем более мы не можем от кого-то требовать становиться вечным и самым прекрасным контейнером. Это невозможно. С точки точки зрения бионовской теории эмоциональное выгорание это прямое следствие переполнения этого самого контейнера. То есть в нас уже столько бета-элементов, которые мы не можем переварить, что мы не можем нормально функционировать. Еще про судьбу контейнера. Профессионал естественным образом может переживать агрессию, ненависть, раздражение, боль, отчаяние и все что угодно в процессе своей профессиональной деятельности. Профессионализм врача и сестры заключается не в том, чтобы быть идеальным, наоборот, а в том, чтобы осознавать свои переживания в профессиональной деятельности и в способности к оценке своего психологического состояния. Возможность переваривать и не переваривать зависит, напрямую зависит от возможности, которые есть у самого специалиста для коммуникации об этом опыте. то есть теперь мы об этом собственно говоря про эту коммуникацию поговорим. Что может помочь контейнеру и что может и кто или что может быть контейнером для контейнера или если пользоваться терминологией доклада Алины Евгеньевны кто или что может помогать помогающему. В данном моем докладе это один и тот же вопрос. А сейчас я буду немножко хулиганить вам если можно. Это Юрий Михайлович Лодман выдающийся советский пушкинист профессор Тартовского университета один из самых крупных в Советском Союзе специалистов по семиотике и сооснователь Московско-Тартовской семиотической школы одного из самых известных советских научных проектов кстати говоря почти неформального но Юрий Михайлович не всегда был выдающимся пушкинистом и эталоном интеллигента профессором у него была юность как у всех людей 1922 года он был на фронте он был сержантом артиллерии и не всегда он читал лекции он еще иногда таскал пушку тянул он очень говорят отважным бойцом у него много наград как вы видите в 95 году он публикует книгу которая называется не мемуары и вот этот вот эталон интеллигента пишет следующее замысловатый отборный мат это одно из важнейших средств помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств это апология матом но мне кажется дело совершенно в нашей ситуации не про мат мне кажется важно то что он делает апологию тому что не очень одобряется но то что помогает давайте попробуем подумать вслед за профессором мы должны с моей точки зрения мы должны адвокатировать то есть разрешить сделать легальным свою и коллег ярость ругань плач мат черный юмор который происходит внутри нас и среди коллег разумеется не с пациентом есть я лично много встречал в статьях упоминаний черного медицинского юмора как одних одного из средств адаптации к очень тяжелой эмоциональной работе и профилактики выгорания что как теперь помощь помогающему что здесь можно и нужно делать профессиональная среда это ну во-первых адвокация любых чувств состояний и эмоций человека мы будем мне кажется иметь более устойчивые хорошие коллективы команды специалистов которые будут расти если мы разрешим себе и коллегам испытывать разные эмоции и по-разному их выражать это означает что если мы будем опираться на некоторый идеализированный образ специалиста палеотина и медицины врача или сестры мы будем терять наших коллег в том смысле что они будут уходить и выгорать очень важно создание культуры конструктивного и поддерживающего обсуждения эмоционально сложных случаев то есть тогда когда разговор о эмоционально тяжелых ситуациях возможен принят это нормально ну и профессионально психологом об этом немножко поподробно на самом деле что кажется здесь можно делать и я здесь делаю нет трусь носку обсуждения доклада Натальи Валерьевны о том что многие вещи то есть мы немножко уже об этом говорили лучше обсуждать не в коллективе а их лучше всего обсуждать в каком-то взаимодействии профессионалов и возможно не только профессионалов палиативной медицины но и других областей тяжелосоматической медицины в рамках каких-то мест по нашим временам место это не география это ссылка на зон и это кстати говоря проходит работает очень неплохо где можно эти самые ситуации обсуждать если мы вернемся к тем научным образом метафорам и теориям которые я использовал это создание контейнера для контейнеров вот на некотором таком межцентровом уровне и самый лучший вариант с нашей точки зрения ничего человечества пока не придумал лучше это валютовские группы к сожалению этот доклад не не оставляет мне времени подробнее об этом рассказать для некоторых людей некомфортно ходить на группы рассказывать про какие-то свои кейсы свой опыт в группе но они могут прийти индивидуально к психологу эта возможность тоже должна быть и третий пункт это наука и просвещение мы как психологи должны изучать и нельзя сказать что это не делается это делается собственно говоря что происходит со специалистами и мы должны объяснять мы должны объяснять и делиться опытом между собой для того чтобы добиться лучшего понимания психологических проблем специалистов очень тяжелой области медицины палеотиве и для того чтобы доносить наше знание до врачей и медицинских сестер которые работают с палеотивной медициной дорогие коллеги спасибо большое спасибо большое Александр Рафаилович очень интересно и соответственно не обойдем и вас без вопросов он у меня есть и по-моему даже два но на самом деле у меня такой вопрос мы все время говорим о том что это необходимо это работает а скажем так можете ли вы оценить некоторое состояние доступности психологической помощи для специалистов например палеотивной помощи что есть может быть достаточно ли это стоит ли двигаться сюда и что-то организовывать и может быть связанные с этим вещи в чем что собственно говоря является некоторыми барьерами если этой помощи недостаточно если она оказывается может быть не на том уровне чтобы вы здесь перечислили как основные сложности исходя из этого состояния ну я думаю что если говорить про барьеры барьеры заключаются в том что ну во-первых есть барьеры которые есть абсолютно любого человека на этой планете то есть мы так устроены что есть то что психоаналитики называют сопротивлением и мне кажется что здесь очень важный момент насколько это присутствует в культуре это очень плохо присутствует в медицинской культуре и не только получение психологической помощи но и вообще факт признания психологических проблем да и здесь это очень нехороший привет от советской медицинской школы как мне кажется да то есть когда человек одевает халат он становится ангелом ему вообще ничего не нужно у него душа не может болеть он ангел но эта ситуация несомненно меняет скорбь культура получения психологической помощи растет и заинтересованность есть здесь я хочу особо сказать именно про палеотивную медицину потому что простая статистика что ваш покорный и остальные сегодняшние докладчики по-моему чуть ли не больше всего докладывают на конференциях палеотивных специалистов они наиболее открытые они наиболее требовательные они наиболее активные поэтому мне кажется если говорить про ту группу которая которая может быть помочь будет легче чем другим это как раз палеотивные специалисты конечно есть колоссальный дефицит проектов то есть ну это не очень понятно как их организовывать потому что есть много попыток по-моему это сделать внутри каких-то организаций здесь начинается сумасшедший дом потому что люди работают вместе приходит психолог говорит здравствуйте я буду вас лечить и это начинает звучать это что он считает что мы все сошли с ума мне кажется что очень все-таки большой потенциал между в межцентровых каких-то проектах там можно легче сохранять анонимность но чего греха таится мы вот тоже пытаемся что-то такое сейчас организовать трудно сказать что у нас большие успехи к сожалению пока не так но я хочу думать что это вопрос что здесь что-то будет что-то будет и здесь есть еще один очень важный момент что тогда когда началась первая пандемия все-таки довольно много психологов и организаций откликнулись правда не баринтерскими группами а индивидуальными консультациями были востребованы эти индивидуальные консультации то что касается просвещения тоже делалось там читались лекции по поводу угорания это я знаю что было популярно спасибо да но что касается да как-то привычки пользоваться да как регулярной регулярная чистка зубов да какой-то психологической гигиени профилактики выгорания снятия напряжения здесь мы конечно же отличаемся от наших коллег к сожалению да и очень хочется надеяться чтобы эта ситуация менялась Александр у меня огромная просьба нашим слушателям и тех кто нам смотрит в сегодняшний чат форума киньте пожалуйста ссылки про то что собственно говоря мы можем предложить да какие форматы работы и у меня наверное еще такой вопрос да и наверное к Александру Фавиловичу и к Алине Евгеньевне как организатору да целой команды собственно говоря мы сейчас с вами говорим о команде больше ее медицинской части да но собственно говоря как обстоят дела с психологами и в плане как помогающим специалистам отличаются ли они здесь какой-то может быть культурой может быть большим скажем так освоенностью или большей доступности подобного опыта что мы здесь можем сказать может быть что-то порекомендовать от своего лица простите Наталья Валерьевна можно еще самый конец вашего вопроса я бы наверное сказала что психологи тоже являются членами палеотивной команды помогающими специалистами но в данном контексте мы все-таки чаще говорим о помогающих специалистах о психологической нагрузке врачей медицинских сестер что мы можем сказать о нагрузке нас как специалистов психологов нуждаемся ли мы в таких же мероприятиях нужен ли на нас какой-то скажем так взгляд других специалистов других психологов на наши проблемы сложности может быть у нас здесь есть какой-то другой опыт которым мы можем поделиться может быть позитивный опыт мне хотелось бы надеяться на крайней мере я могу сказать что например имея опыт групповых супервизий участия в разных обучающих программах тренинговых программах балентовских семинаров конечно же приобретаешь опыт некоторой большей устойчивости но может быть вы скажете как здесь у нас обстоит дело с самими коллегами психологами которые работают в паллиативных службах достаточно ли им внимания подхвачу продолжу во-первых хочу воспользоваться возможностью Александра Фаиловича за доклад поблагодарить и сказать насколько же это важно когда звучат случаи да и когда есть возможность даже в формате таких коротких докладов делиться ну такими достаточно глубокими вещами касающимся в том числе переживаний специалиста спасибо большое за это богатство которое сегодня нам принесено было всем сюда и мне кажется что это как раз тоже возможно именно благодаря тому что у психологов есть опыт обсуждать психологические аспекты своей работы имеется ввиду психологические не потому что они работают психологами а в смысле своих обращения к своим собственным переживаниям к своим собственным чувствам к своим переживаниям на уровне тела да и отмечанию то как как по-разному ты резонируешь вот да в своей профессиональной деятельности именно как как человек не только как специалист да и как это все сложно переплетено и устроено и в этом смысле меньше у психологов конечно этой стигматизации с одной стороны что про это говорят или обращаются да там для регулярного чего-то не обязательно индивидуальной консультации но действительно есть очень разные формы не только когда у тебя проблема или ты с чем-то не справляешься а это такой способ развития себя как специалиста сохранения себя как специалиста и сохранения своих человеческих в том числе при умножении каких-то человеческих качества ресурсов вот в той профессии в той в той в том виде деятельности которую ты выбираешь и то что у нас есть да и да там более к этому такое другое отношение и вот этот регулярный опыт конечно нам помогает и нас поддерживает в этом смысле для психологов тоже не так чтобы много всего есть не у всех есть такая счастливая возможность как у нас например да когда мы работаем уже большой командой и в целом в Москве больше конечно возможностей чем в других регионах и часто я знаю мои коллеги работают и не очень общаются не очень знают кто еще работает в их области не очень друг с другом поддерживают связь и очень я надеюсь что это тоже будет развиваться потому что конечно и система такой поддержки для психологов не только для врачей и медицинских сестер она должна развиваться и она очень очень конечно нужна и спасибо Наталья Валерьевна за этот вопрос спасибо за ответ и мне кажется Александр Рафаилович он продолжит мне кажется конечно мне кажется конечно для психологов проблема и вообще с моей точки зрения единственное что может быть чем нашим браку легче это то что про то что такое собственная терапия для психологов которые хотят быть психотерапевтами или которые являются терапевтами там нет вопросов кто-то кодушная терапия здесь и психолог работает в палеотиве это не означает что он психотерапевт там могут совершенно другие профессиональные планы но в общем и целом то что так сказать психологу нужна психологическая помощь это часть его профессионального восстановления ну это так сказать common knowledge то есть это там изумно не спорно супервизии очень похожи на байлентерские группы или байлентерские группы очень похожи на супервизии очень похожи поэтому это тоже немножко более привычная вещь конечно бывает очень по-разному и очень бывает по-разному и уровень подготовки психологов как мы знаем очень разный он бывает очень высокий бывает низкий бывают психологи которые психологи мне кажется хорошие их легко отличить их внешние признаки они не очень уверенные в себе люди бывают ситуации представить вот этого переполненного контейнера который выгорание который будет выглядеть как те кто несет духовную идею а это совсем не работа психолога теперь если говорить не в смысле проблем а в смысле ресурсов мне кажется что очень хороший мог бы быть проект если бы была какая-то школа может быть школа делится опытом могут конференции это очень важно и это не обязательно быть только полиатин это могут быть вообще конференции психологов онкологии тяжелосоматической медицины и опять же какие-то может быть супервизорские и бандерские группы для психологов это хорошая идея почему не только для того чтобы поддержать своих коллег а еще потому что психолог который ходит который член междисциплинарной команды который замечательно рассказывает как они бывают устроены если он получает хорошую помощь поддержку в своей работе то здесь есть еще большая вероятность что это поможет другим членам команды это немножко странно звучит но это действительно работает если один кто-то получает хорошую помощь особенно если он психолог то это может и помочь другим и может быть если будут проекты мы сейчас думаем что прожектерская у нас сессия но я надеюсь не только прожекты я думаю что тут можно что-то делать мы тоже пытаемся что-то делать и дай бог будет какой-то успех то тоже было бы здорово здесь есть какой-то ресурс для психолога спасибо за ответ да мне кажется здесь самое наверное важное да также и присоединяюсь к Алине Евгеньевне что важно рассказывать какие-то случаи которые может быть по сути работы психологические но которые одинаково входят частью работы психологической нагрузки любого специалистов палиативной помощи вот эту компоненту я бы сказала точно никто не отменяет да эту часть нагрузки одинаково мы все несем у нас в чате нету вопросов но зато есть слова благодарности от коллеги Елена Сергеевна пишет огромное спасибо за взаимодополнение на фоне повышенного эмоционального напряжения которое значительно увеличилось в период пандемии обмен знаниями очень полезен совершенно право что командная работа это шаг в сторону развития и улучшения качества жизни наших пациентов огромное благодарна всем организаторам форума и нам наверное тоже мы с удовольствием присоединимся к словам благодарности организаторам и будем рады продолжить работу ну а на этой хорошей новости да мы с вами заканчиваем спасибо Продолжение следует...